Я еще помню наши дороги при советской власти. Они были одни из худших в крае. Это связано с тем, что солонцовая почва и грунт гуляет здесь. Уж если в те времена дорога была неважнецкая, то что говорить про эти времена, если лет 10 вообще у нас дороги не делались. Федор Шершов уже несколько лет ежедневно выходит в рейс по городским улицам. Он зарабатывает на хлеб в такси. Он показал нам наиболее проблемные участки Рубцовской улично-дорожной сети. Впрочем, сложнее найти дорогу, к которой не было бы претензий. Таких лишь несколько. Их отремонтировали в течение двух-трех последних лет. А те направления, что еще ждут капитального ремонта, пока довольствуются лишь ямочным. А его хватает ненадолго. Ну, скажем, процентов 20 у нас дороги, а остальное все у нас направление ямы. Подвеску, ну, машина-такси пробег в год 60-70 тысяч. Ну, кто поменьше работает, может, 50. Дважды в год делаешь подвеску. Полностью. Это, соответственно, грубо говоря, 20-ка. Это у меня недорогая машина. 20-ка вылетает каждый раз. По улице Транспортной проходит несколько маршрутов общественного транспорта. В день водители автобусов проезжают по ней не менее 10 раз. Износ подвески в таких условиях колоссальный, говорят водители. Пытались одно время, вроде заикнули, что будет асфальт. По-моему, такой вот, как он правильно называется. Ну, холодный асфальт, который разравнивают просто грейдером. Залепили. Ну, он даже сезона не простоял. Все это провалилось. В итоге сейчас Курская дуга. Местные власти не скрывают проблему дорог. Она, очевидно, даже для обывателя. Но если раньше дорожники рассчитывали только на скудные возможности муниципального бюджета, в последние несколько лет, благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и мощной поддержке краевых властей, в будущее смотрят с большим оптимизмом. В этом году выделено с краевого бюджета 200 миллионов. рублей на капитальный ремонт дорог. С местного бюджета на софинансирование предусмотрено порядка 6 миллионов рублей. И, значит, на ямочный ремонт предусмотрено 20 миллионов рублей. Я не помню, когда именно такими объемами ремонтировали дороги. Поэтому на сегодняшний день... Но у нас... Мы знаем, что на сегодняшний день у нас требуется в капитальный ремонт вложить порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Будем надеяться, что нас также будут финансировать. Правительство Алтайского края понимает, что очень тяжелая обстановка в городе Рубцовске с дорогами. В этом году в Рубцовске ремонтируют три улицы. Блынского, переулок Гражданский и проспект Рубцовский. В переулке Гражданском обустроят тротуары. Раньше о них местные жители могли только мечтать. Приходилось ходить по краю проезжей части. Дополнительно за счет краевой поддержки отремонтируют дорожное покрытие на улице Тракторная. Долгое время по ней даже общественный транспорт не ходил. Таково было состояние дороги – не проехать. Теперь это уйдет в прошлое. Впереди у местных властей и дорожников еще много работы. Но горожане рады уже тому, что ситуация, наконец, сдвинулась с мертвой точки. Глеб Полянский, Сергей Балуев. Новости.